Здравствуйте, друзья! В эфире кулинарное шоу «Мы умеем это готовить». С вами в студии Василий Богданов. И сегодня у нас в гостях Ирина Петракова, руководитель отдела продаж московского представительства итальянской компании «Пьянко Феррари». Это наши друзья, собственно, которые поставляют нам вот сюда на наше кулинарное шоу замечательные масла, томатные пасты и всевозможные макароны. И не только макароны, мы поставляем и замечательные итальянские кофе, которые я думаю... А, у нас там тоже где-то здесь есть. Да, просто мы еще ни разу не готовили. Хорошо. Ну, в принципе, да, основные продукты перечислили. Что сегодня мы будем готовить? Я решила, что мы сегодня приготовим традиционный итальянский салат. Я уже вижу по ингредиентам. Да, 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 да. Он как-то называется? Вы знаете, как-то названия нет, но можем в ходе нашей... Да, мы иногда так делаем довольно часто. В ходе приготовления мы можем придумать ему название. Так, что у нас, из чего он будет? Что мы будем использовать? Мы будем использовать листья салата. Это корна с радичью. В принципе, почему такой салат мы используем? Потому что два сочетания цвета, они очень красиво будут смотреться на тарелке. Ну и по вкусу, мне кажется, красный, чуточку с большей горчинкой. Все правильно. Все правильно. Дальше мы будем использовать авокадо, редис, лимон, который используем. Довольно странное сочетание. Я вот что-то такое даже не представляю себе. Узнаем. Попробуйте, попробуйте. И традиционно томаты, огурцы. Хорошо. Резать будем? Обязательно. Так, тогда досточки. Это вам. Хорошо. А мне тогда зеленое. А вы мне будете помогать, правильно? Ну а как же, я же буду учиться, я тоже буду запоминать. Отлично. Нам еще необходима большая чашка, куда мы поместим наши листья салата. Так, и нам нужно какие-нибудь мисочки, да? Да, обязательно. Нам нужна одна большая глубокая миска, куда мы можем поместить листья салата. Хорошо. Так, возьмем. И вот, наверное, подойдет. Да, да. Так. Замечательно. Мне надо что-то делать? Помыть или что? Нет, все мытое, все готово уже к нарезке. Что я вас попрошу? Наверное, я вас попрошу порезать огурцы. Ну давайте. Что ж, я думаю, что справлюсь. Я думаю. Давайте прям все их сюда. А помидоры надо будет резать эти? Надо будет резать, но чуть позже. Так, я тогда вскрываю. Так, а сейчас, секунду. Я резанные огурцы куда потом кладу? Сюда же или в отдельную миску? Да, я вам сейчас объясню, как их нужно правильно нарезать. Так, жопки отрезаем? Обязательно. Обязательно. Нам необходимо огурец нарезать длинными соломками. А, длинными соломками. Да, длинными соломками. Ну я попробую, конечно. Да. Я пока разберусь с салатом. Салат мы не будем резать. Рвать? Обязательно. А я вот где-то слышал, что если резать салат железными ножами, то там какое-то окисление что ли происходит или что? Вот почему его надо рвать? Или так это лучше? Возможно. Возможно. Я не могу ответить на этот вопрос. Но если наши знаменитые повара это советуют, значит нужно это делать. На всякий случай. Да. Так, значит, насколько тонкими должны быть эти ломтики? Вот, например, эта половинка. Значит, Василий, все заново переделываем. Нужно каждый огурец порезать на три части. Насколько? На три. Да. И дальше уже тоненькая соломка. И дальше что? И дальше тоненькой соломкой мы нарезаем толь. Это вот так и так? Можно я вам покажу? Берем. Хитро. И дальше режем тоненькой соломкой. Ну я постараюсь с этими тоже справиться. Так. Ну она будет тогда не очень тонкая, но мы сделаем вид, что мы не заметим, что... С первым огурцом так получилось. Хорошо. Хотя я постараюсь. Как, кстати говоря, идут вообще... Ну, Бьянка Феррари же не так давно появилась на российском рынке, да? Я пока сюда складываю или прямо сразу сюда бросаю? Нет, нет, пока оставьте на доске. Да, действительно, Бьянка Феррари появилась на рынке не так давно. Мы буквально существуем полтора года. Но я вам могу сказать, мы уже делаем неплохие результаты. Наша продукция уже присутствует в различных московских сетях. Например, таких, как Азбука Вкуса, Бахитле, Я Любимый, Алые Паруса, Твой Дом. Хорошо продается? Конечно же, как любым продавцам, нам всегда хочется больше... Чтобы продавалось лучше, да. Ну я могу засвидетельствовать, что паста великолепная. Мы и здесь ее готовим, так сказать, и дома, не скрою, у нас она есть. По остальному не знаю. Я вот как-то маслами пока еще не привык пользоваться. Кстати, вот сегодня мы будем использовать их для заправки? Обязательно, обязательно. Вы знаете, я хочу вернуться немножко к разговору о пасте. Действительно, культура потребления пасты в нашей стране... Чего? Только зарождается? Она не зарождается, она набирает свои обороты. Люди, которые понимают вкус настоящей пасты, они прекрасно делают свой выбор в сторону, возможно, более дорогой пасты. Но действительно паста, которую можно кушать без опасения для фигуры. Для фигуры в основном. Да, 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 да. Самое главное выбрать правильную пасту. Из твердых сортов. Все правильно. И самое главное ее правильно сварить. А не заправлять ее сливочным соусом? Или это можно? Вы знаете как? Это опять же культура русского человека. Мы любим пожирней и погуще. Но у нас зимы-то какие, слушайте. У нас такое лето, как в Италии зима в этом году, по крайней мере. А по поводу пасты очень радует, что народ стал разбираться. Ведь чем особенно наша паста? Наша паста – это ручное производство. Не буду называть сейчас бренда, который есть уже на российском рынке, но, как правило, это промышленная паста. Чем она отличается от ручной? Конечно, это высокотехнологичный процесс изготовления промышленной пасты. Ну как, замешиваются в чанах, выдавливаются через такие специальные тени? Достаточно. Самое главное – это правильная сушка пасты. Она должна быть правильной на солнце? Нет, конечно же, не на солнце, в специальных печах. И за счет соблюдения технологии ручная паста намного вкуснее, она намного полезнее. И, что немаловажно для женщин и девушек, Которые, да, следя за своей тигурой, я думаю, достаточно. Она менее опасна. Хорошо. Так, что у нас теперь? Что у нас теперь? После того, как мы нарезали огурцы соломкой, мы режем редис. Я тоже могу поучаствовать. С удовольствием. Так, вот этого будет нам достаточно. Я пока это все сюда. Как мы режем редис? Редис мы режем полукольцами. Естественно, отрезая хвостики. Да, все правильно. А, вы их называете хвостиками. Я понял. Сразу видно культурного человека. Хвостики. Где можно взять ложку? Две достаточно. Ложку, да. Ложку. Значит, если ложку для салата, можно оттуда взять. Если просто ложку, то вот, пожалуйста. Так, я, наверное, воспользуюсь пока вот этой ложкой. Посмотрел? Отлично. А вот я хотел спросить. Да. Смотрите, когда появляется новый товар, особенно не из категории самых дешевых, то как сделать так, чтобы потребитель его начал пробовать? Вот человек заходит в магазин, в супермаркет, он постоянно покупает одно и то же. Ну, появилось что-то новое. Ну, господи, каждый день появляется что-то новое. Ведь есть же специальные мероприятия, как-то вы проводите их. Сначала я режу вот так, а потом... Так, все правильно. Как знакомите со своими вкусами? Конечно же... Пром-акции? Конечно же, мы проводим и пром-акции. А сейчас практически все крупные сети московские стараются проводить мастер-классы в своих магазинах. Да вы что? Опять же, я говорю сейчас про магазины. Мастер-классы готовы, прям там еду? Не плюс, да. Такие, как «Я любимый», такие, как «Алые паруса». Все настроены проводить мастер-классы. Сейчас я достаточно тонко вот это вот нарезаю? Да, вполне. Мастер-классы, на которых сразу дают людям попробовать этот продукт. Подождите, а это же должна быть специальная зона подготовленная? А вы обратите внимание, да, это стало появляться в магазинах, да. Потому что, как правило, сейчас в таких, в таком уровне магазинах стали появляться все больше и больше отделы собственной кулинарии. Ну да, но это и давно было, да. И вот именно в этих зонах они устраивают свои мастер-классы для потребителей. Участвуете там? Мы сейчас рассматриваем участие в двух сетях. Дорого. Ну, они же деньги за это берут? Я бы сказала, интересно. Интересно, но... Ну, сеть просит за это деньги, да, чтобы твой продукт участвовал в промоции? Мы договариваемся, да. Да ладно, что там договариваемся? Мы договариваемся с ними. Ну, ладно. Отлично. А это там какие-то именитые шеф-повара привлекаются? Нет, конечно. Нет, нет. Привлекаются поставщики. Если у нас есть желание, мы можем поучаствовать в приготовлении, в демонстрации своих, в своей продукции. Но в основном своими силами. Конечно же, с нашей стороны только контролируем. Ну и как вот ваша оценка? Вот смотрите, это хлопотно. Это, хоть вы и не говорите, но наверняка нужно заплатить какие-то деньги. А насколько это сильно увеличивает продажи? Потому что, ну, хорошо, ну, сколько в супермаркете людей? Ну, 20 человек это посмотрело, ну, 30 человек столпилось. Ну, вряд ли бывает больше. Кто-то из них, там, пятеро, возможно, купят эту продукцию. Нет? Это работает, потому что мы это видим по увеличению продаж по той группе товара, по которой мы проводим акцию. Хорошо. Что дальше делаем? Так, что мы дальше делаем? Сейчас мы, наверное, я займусь заправкой. И нужно отдельно ее смешать? Конечно. А, спасибо, вы займетесь авокадо. Никогда не занимался авокадо, но мы попробуем. Я вам расскажу, как. Да, мне нужна мисочка. Так, такая подойдет? Да. А соус из чего у нас будет? Из чего у нас соус? Значит, мне для соуса нужна горчица, да, дижон, масло оливковое. И вот какие-то еще консервированные здесь... Я сейчас расскажу, это у нас дальше будет лимон. Так, прежде чем... Лимон нужно с него чистить? Прежде чем я буду резать лимон и выжимать сок из него... А, сок. Да. Я хочу чуть-чуть в салат добавить... Цедры. Цедры. Да, все правильно. Для этого нам нужна терка. Для этого нужна терка. Терка, да. Я все думал, для чего у нас именно вот эта терка? Оказывается... Это очень хорошая, умная терка. Легкие движения мы снимаем только самую желтую часть. Я вот думаю, если продолжить разговор про макси всевозможные... А вот есть стандартный прием, это, так сказать, дегустационный образец. То есть человек, например, ну, в магазине ему говорят, вот, ну, просто возьмите домой с собой попробовать. Только, наверное, же жалко ему там отдавать такую целую штуку, там, ну, или вот эту. Ну, или там неэффективно, невыгодно. А какие-то промоупаковки... Промоупаковки, ну, как вот в женские журналы вкладывают маленькие промоупаковки кремов. Ну, на один-два раза. Вот не думали, не делаете что-то такое? Вы знаете, как... Микроупаковка макарон. Такая. На полпорции. В принципе, идея хорошая, но пока это очень сложно сделать. Реально, пока это очень сложно делать. Хорошо. Тогда у нас сейчас время уйти на рекламу, и после перерыва мы продолжим... Не продолжим, а будем делать заправку и, собственно, общий этот салат. Хорошо. Дорогие друзья, рекламная пауза. Редактор субтитров А.Семкин Дорогие друзья, мы продолжаем наше кулинарное шоу «Мы умеем это готовить». С вами в студии Василий Богданов, и у нас в гостях Ирина Петракова, руководитель отдела продаж московского представительства итальянской компании «Бианка Феррари». Да, значит, мы готовим салат и пришли к тому моменту, что я должен почистить авокадо. Я, честно признаюсь, первый раз в жизни... Нет, я, конечно, вижу, видел авокадо, я знаю, что это авокадо, но я никогда его не чистил. Ну вот, что с ним надо сделать? Хорошо, давайте я вам поясню, как это делается. Я видел, что там вынимают как-то косточку. Режем авокадо по кругу, да, до косточки. До косточки. Ой-ой-ой. Так, на руках? Разламываем, да. А, кстати, он мягкий, он должен быть мягким? Да, конечно. Ага. Вкусный авокадо должен быть мягким. И... Опа. Отлично, отлично. А-а-а. У меня получилось. Нам нужна будет одна половинка. А вторую мы куда? Это надо, косточка? Нет. Косточка не нужна? Нет, нет. Точно? Мы сажать ее не будем? Нет, не будем точно. Все, выбрасываем. Угу. Отлично. Теперь... Так, одна половинка. Берем ложку. Берем ложку. Маленькую, большую. Большую. Давайте я на своей половинке покажу, а по ней с вами. А я потренируюсь. Конечно. Берем ложку. Сейчас я тогда тоже возьму. Угу. Угу. Отлично. И... Легким движением вытаскиваем стержимое. Серединку. Да. Мы ее потом замешаем в салат. То есть, если она поломается, ничего страшного? Ничего страшного. Ничего страшного. Ох. Какой-то такой маслянистый слегка, да? Авокадо очень полезный продукт. Его рекомендуют обязательно употреблять. Пищу. Я видел, как они растут в Испании. Очень огромное такое дерево с большим количеством. Висят такие там красавцы. Пока, Василий, вы режете авокадо. Мелко? Нет, не мелко. Полосками? Режем на три части и дальше достаточно крупными кубиками. Кубиками? Да. Я воспользуюсь замечательным нашим продуктом, который мы тоже привозим и продается в московских сетях. Это артишок. Артишок? В масле, да. Но артишоки продаются и обыкновенные. Вы имеете в виду свежие? Ну, такие, да, кругленькие, с чешуйками. Ну, опять же, кто хочет вкусно готовить, хочет быстро. Смотри, кубиками вот так? Даже можно покрупнее. Ага, отлично. Кто хочет вкусно готовить, но при этом быстро, можно использовать уже консервированный артишок. Отлично. Я вскрыла баночку. Нам для салата необходимо кусочка 3-4. Их тоже надо будет резать? Да, их тоже нужно резать. Что я хочу сделать? Вот я просто хочу обратить внимание, наши артишоки, они в масле. Сейчас, Ирина, секунду. А вот это авокадо, оно потом пойдет куда? Сюда? Его можно высыпать? Конечно, конечно. Тогда мы это прямо так и сделаем. Отлично. Видите, очень удобно. Да, очень удобно. Вот наши друзья, компания ФИСМАН, вот нас обеспечивали кухонной всякой такой техникой. Отлично. Дальше. Что я хочу сделать с артишоками? Артишок, в принципе, тот, который мы продаем, он в масле. Так. Это правильно так должно быть? Это правильно. Это правильно, опять же, что есть на рынке. Есть в собственном соку, но вот у нас с масли. Я хочу немножко артишок промокнуть от лишнего масла. Почему? Потому что в салате мы будем делать с масляной заправкой, нам лишнее масло не нужно. Режем, ну, достаточно крупными кусочками. А вот, кстати, да, пока вы режете, еще хотел спросить. Да. А в рестораны, в отели вы поставляете свою продукцию? Ну, не всю продукцию, которая у нас есть в нашем ассортименте, мы поставляем в рестораны, в отели. Но все-таки что-то есть. Да, что-то есть. Объясню, почему. Потому что есть особенность клиентов в Хорике, они используют, естественно, большие упаковки. Мы на этом пути, мы уже что-то стали завозить в больших упаковках, ну, потому что это дешевле, это им удобнее. Все, артишок. Ну, это всего лишь навсего, да, просто расфасовать там, не знаю, 5-килограммовые мешочки. Все правильно. Так. Так, Ридис можно тоже отправить. Это больше нам пока не надо. Да, это не нужно, можно убрать. Все, я вытру досочку. Оставим в сторонку. А вообще артишоки, они, их с чем еще едят, вот кроме как в салат? Куда, вот они остались, тут полбаночки, куда их можно использовать? К пасте? В принципе, да, вы правы, это можно использовать и к пасте, на брускетту, очень вкусно. Брускетта – это кусочек хлеба слегка обжаренного. Это тоже итальянская... А к нему еще такую сделать заправку из помидор слегка потомленных, да, и прованскими травами маслица. А если еще болгарский перчик запечь? Здорово. Это в другой раз. Да, хорошо. Это в другой раз. Что вы говорите о Ридис? Ридис можно тоже отправить. Просто бросаем еще? Значит, пока я делаю заправку, Василий, я вас попрошу порезать помидоры. Нам нужно помидора три и порезать их на четыре части. Хорошо. Сейчас тогда я вытру эту доску. У нас есть замечательные салфетки от наших друзей компании Amway, которыми вот можно протереть поверхность и даже после этого ее не споласкивать. Ну, мы просто высушим. Итак, значит, что я использую для заправки? Дижонская горчица. Дальше мне понадобится лимон. Сок лимона. О, я, кстати, никогда не знал, что так делают. Лимон катают, чтобы получить больше сока. Все правильно. Вот, вот новая технология. По крайней мере, для меня. Здорово. Обращаю ваше внимание, что, чтобы у нас не отсеклось, не отсеклось в дальнейшем масло, мы в обязательном порядке выдавливаем лимонный сок. А что значит не отсеклось? Не отсеклось масло, ну, мы увидим, не будет расслаиваться вот именно вся заправка на составляющие. А вот я вижу, косточка туда упала. Ее пригодится? Конечно же, нет, мы ее, конечно же, достанем. Так. Отлично. Вот эти надо отрезать? Надо? Нет. Нет? Так съедим. Конечно. Но это не черрики, да? Это более крупные чуть-чуть. Да, это более крупные. Все, отлично. Смешиваю сок лимона с горчицей, держу. Мы смешали. Дальше мы добавляем оливковое масло. Кстати, это уже оливковое масло, которое мы... Да, да. Василий, помогите мне, пожалуйста, отменили. Первого, лучшего. Спасибо. Добавляем примерно ложки четыре. Все это перемешиваем. Меда не надо? Нет, не надо, но мы попробуем заправку. Если нам покажется, на вкус она кислая, то мы можем чуть-чуть подсластить. Обращающий мед. У меня готово. Отлично. Отправляем туда? Нет. Подождите, это мы все оставим на потом. Обращаю внимание, вот многие делают ошибку для того, чтобы посолить и поперчить салат сразу в миску. Вот я рекомендую все-таки солить и перчить заправку. Ну, если мы переборщим, то что изменится? Придется добавлять больше к заправке других ингредиентов? Мы можем просто масло. Это раз. И во-вторых, вот такая заправка, она в салате совершенно по-другому заиграет. То есть у нас просолятся все вот ингредиенты салата. Значит, нужно что? Соль и перец. Соль и перец. Соль у нас вот такая морская. Годится. А перец? Хороший вопрос. Наверное, а какой нужен перец? Молотый? Красный? Ну, нет. Если есть черный, да, то обыкновенный черный есть. А у нас и нету. Ничего страшного. Тогда, слушайте, может быть, мы используем вот этот перечное масло чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. Давайте. Сжило как с этой солью. Кстати, тоже хотела обратить внимание на масло, которое вот у нас есть на столе. За нами мы видим это масло. Что это за масло? Это очень удобное в домашнем использовании масло. Сейчас это увидим. Да. Особенность в чем? Что... Пшикает. Да. Во-первых, три степени распыления. Мы можем распылять как тоненькой струйкой. Не знаю, это будет видно. Сейчас не будет. Вот, струйкой. Можно более сильно нажать... Ну, это надо принорвиться. Ну, в принципе, да. Но, опять же, труда не составляет. Достаточно, я думаю, достаточно. Обратите внимание, вот у нас на столе два вкуса стоит. Перец острый. И чесночок. И чесночок, да. А есть еще лимон, чернослив, еще что-то. Да, 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 да. И у нас сейчас новинка появилась, это масло авокадо. Тоже настойное на косточках? Нет. Это стопроцентное масло авокадо. А, стопроцентное масло авокадо. Сто процентное масло авокадо. Я даже не слышал, что такое есть. Но, в принципе, да, авокадо такой жирненький фрукт. Не остро? Немножко островато добавлю масло еще. Вот. Вот для этого, на самом деле, нужно делать заправку отдельно. Конечно, конечно. Чтобы случайно не испортить салат. Ну что, у нас тогда все готово? Да, у нас все готово. Давайте. Давайте заправим. Выливаю сюда заправку. Помидоры? Помидоры мы будем использовать уже при северном. Для украшения? Конечно. Так, все, это мне нужно. И теперь перемешать. Да, теперь нужно перемешать. Пока убираю все лишнее. Посмотрите, какое красивое сочетание получилось. Сейчас еще нам... Мы добавим еще помидоры. Красота? Заиграет красный цвет. Я бы сказала, наш салат готов. А вот это? Это. Я предлагаю тогда сделать сервировку. Как? Это мы будем на тарелочку красиво выкладывать. А, уже на тарелку? Конечно. Хорошо, тогда достаем тарелки. Отлично. Так. Отлично. Знаете, у нас есть, наверное, особенность. Мы всегда после работы прибегаем, спешим, быстренько себе что-то приготовили, сели, поели. Вот все-таки я за то, чтобы даже дома была красота. Красота, правильная сервировка. И как-то свое блюдо, которое мы делаем, ну, какую-то красоту выносить. Вот я предлагаю, например, прежде чем выложить салат, чуть-чуть припылить цедрой. Это эстетика. Ничего больше. Ну и сразу ароматик-то все равно пошел. Конечно, конечно. И все, мы выкладываем салат. Помогать? Да, давайте. Красота. Так, это один. Один. Давайте второй. Готово. Готово. Это нам пригодится. Да. И здесь мы просто уже помидорками... Давайте, вы свой, а я свой. Да, хорошо. Как, что нам делать? А как хотите? Как вам нравится? Просто привнесем сюда немножко красного цвета. Как мы его назовем? Назовем его... Земляничная поляна. А почему земляничная? Не знаю. Потому что красные ягоды на зеленом. Итак, дорогие друзья, сегодня с Ириной Петраковой мы готовили очень южный салат, который почему-то решили назвать земляничная поляна. Ну, пусть так и будет. На этом мы с вами прощаемся. До свидания, до следующих встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»